Здравствуйте, дорогие друзья! Программа в центре. Внимание! В студии Владос Дедонис. И сегодня у нас в гостях замечательный человек Сергей Владимирович Новожилов, продюсер, сценарист, режиссер и, конечно, всеми нами уважаемый директор фестиваля «Амурская осень». Президент. Президент. Это важное уточнение, да, Сергей Владимирович? И понизил в должности. Сергей Владимирович, ну, во-первых, добро пожаловать вновь на «Амурскую землю». Всегда рады. И поделитесь сразу же цель визита в Благовещенск. Цель всегда одна и та же, когда я пролетаю в декабре. С одной стороны, мы подводим итоги прошедшей осени и намечаем планы на будущий год. 21-й я все-таки верю, что он будет полегче, чем нынешний. Мы все верим, Сергей Владимирович. Да, поэтому определяем сроки фестиваля и думаем, что нового интересного привнести на следующий год. Да, я надеюсь, что обязательно все будет хорошо. А какие еще фестивали, может быть, опять же, да, и как они проходят в этот интересный, уникальный год, назовем его так? Так, фестивали в основном прошли, по крайней мере, основные фестивали прошли, но, естественно, с переносом сроков. Кинотавр прошел в сентябре вместо мая, июня, даже точнее июня. Московский кинофестиваль тоже перенесся и был в октябре, но вот Амурская осень, как намечено, была в те сроки, в те и прошла. Киношок мы перенесли на октябрь, слава богу, он состоялся. Сочинский международный фестиваль СИФА прошел в ноябре, в означенные сроки, и вот только что, 19 декабря, завершился наш фестиваль «Кабардино-Балкария-100». Фестиваль, который мы проводим много лет, но обычно мы показывали фестивальные хиты, а поскольку в 22-м году намечаются юбилеи республики, то в этом году он у нас был даже с большим размахом, чем обычно, и 5 дней были очень творчески насыщены, достаточно представительная делегация, картины показывали, в том числе и лауреата Амурской осени. Так что фестивали прошли, еще до Нальчика я успел съездить в Петербург на Иваткино-России, участвовал в «Круглым столе», как раз посвященном проблемам кинопроизводства и кинопроката в это непростое время. «Окно в Европу» также прошло в декабре, то есть все основные фестивали все-таки постарались во что бы то ни стало, но пройти, пускай в ограниченном формате, пускай наполовину в онлайн, а где-то и целиком, может быть, в онлайн, но не прошли. То есть существует какая-то проблематика в плане, вот если вы заговорили про кино, про фильм, снимают ли их в манер пандемии? Знаете, как только в конце июня объявили о том, что возможно приступить к работе, во многих регионах стали открываться где-то уже в июле кинотеатры, театры, пускай там с 50% разрешением присутствия зрителей в кинотеатрах, в театрах. В каких-то регионах так и не открылись, как в Краснодарском крае, но тем не менее съемки разрешили везде. И я, например, знаю своих коллег, которые как вот уехали там в конце июня, так только сейчас вернулись. То есть сразу большое количество сериалов, фильмов снималось на Юге, например, в Геленджике, в окрестностях. Если вы заметили, то сейчас очень популярно и на всяких онлайн платформах сериалы, и в интернете, учитывая, что молодежная аудитория почти целиком сидит в интернете, и поэтому сериалы такие очень популярные, новые, там как «Псих», например, они же идут не на телевизионных каналах. И народ активно смотрит. И нужно сказать, что мотографисты тоже приспособились к сегодняшним условиям. Это, наверное, и дешевле снимать, и более оперативно, и хорошие режиссеры приходят туда. Очень хотелось бы поговорить с вами как с человеком, который очень-очень много проводит времени в дороге, не часто дома, но хотелось бы задать вопрос. Вы как отмечаете Новый год? Может быть, есть какая-то традиционная, интересная, традиционное, интересное времяпрепровождение? Вы знаете, раньше, в юности, в детстве, я все-таки человек советского времени, когда не было возможности куда-то передвигаться, ездить, отмечал дома, в семейном кругу. А вот последние, наверное, лет пять все время где-то был. Минск, Эмираты был, Вьетнам, Латвия, там совпадало с юбилеем нашего партнера. В прошлом году в Турции был. То есть я как бы привык на колесах, но вот в этом году, честно говоря, не поеду никуда, и не потому что нет возможности временной, а хочется просто вот тихо, спокойно, чтобы поедать дома, тем более 4 января мне уже лететь в Новосибирск, и поэтому вот сейчас вернусь, съезжу к брату и буду дома, чтобы никто не тревожил, выключу все телефоны и просто хочется отдохнуть. Потому что я действительно очень много провожу времени в самолете. В этом году процентов, наверное, 90 солидарны с вами. Я тоже буду проводить этот праздник дома. Сергей Владимирович, вы назвали себя за кадром дедушкой русского кино. Пошутил. Пошутили, да. Ну давайте сделаем так. Да, у вас нет, конечно, такой белой бороды, и вы не в красном костюме, но я хотел бы, чтобы именно вы в преддверии Нового года пожелали благовещенцам и всему Дальному Востоку что-то от себя. Вы знаете, очень банально, но очень актуально здоровье и берегите себя. Нужно сказать, что я, например, очень подвержен всяким респираторным заболеваниям, но что-то меня проинтуичило, и с января этого года, вернувшись из Китая, из Индии, и я сразу стал употреблять витамины, когда не началась вся эта еще паника. И вот я весь год на витаминах, на имбире, на чесноке, тфу-тфу-тфу-тфу, прислушиваюсь к советам врачей и Роспотребнадзора, действительно, потому что я очень много передвигаюсь, у меня не было заболеваний, теперь я, наверное, могу это сказать, потому что уже конец декабря, и я действительно очень серьезно относился к своему здоровью. Поэтому прежде всего здоровье, все-таки хочется, чтобы этот високосный год остался в прошлом, а в настоящее нужно входить здоровыми и бодрыми духом. И желаю всем оптимизма, потому что, как говорил Михаил Ильич Ром, назвав одну из своих картин, все-таки я верю, я тоже все-таки верю в лучшее, а, соответственно, желаю еще третье, всем удачи, будет удача, все остальное придет. Да, без меня никуда. У меня был, кстати, такой вопрос насчет того, что я с вами знаком уже более 15 лет, и вы за это время не изменились. Да как это? Вот так. Да ну что вы, я в 2006 году кардинально изменился после аварии, все-таки вот в тепештом нынешнем обличье, в котором я сейчас. Ну, может быть, не изменился разве что настрой, я могу так поворчать, поговорить о том, как все тяжело, как все надоело, и были моменты, когда хотелось все бросить, потому что каждый раз все начинаешь с нуля, и все время какие-то сюрпризы, потому что вроде везде соломку подстелил, а нет, жизнь преподносит что-то новое, и в этом смысле нам не скучно никогда, и ни одной спокойной амурской осени я не припомню. Это точно. Так что, знаете, это, наверное, заставляет быть в какой-то форме, в драйвере. Да, отбрасываем уныние и с улыбкой смотрим в 2021-й сервисе. Спасибо вам огромное, что нашли время в своем плотном графике и посетили нашу студию. Спасибо. Я же от себя лично хочу пожелать вам в вашей деятельности поменьше онлайна и побольше оффлайн. Ой, вы знаете, очень хорошее пожелание, тем более вы-то меня понимаете, ибо сами работаете на сцене. Позволю себе еще буквально минуту, вот впервые, все-таки в Благовещенске нам удалось работать в оффлайне, хотя тоже в онлайне работали, но было какое количество зрителей определенное. А вот на Киношоке, например, нам концерты пришлось вести только на камеру в онлайне, потому что были ограничения, и это, конечно, очень нервно, напряженно, потому что ты не видишь лица зрителя, работаешь на камеру, одно дело, когда это съемочный процесс, или кино снимается, да, а когда ты на концерте, то очень непривычно работать без зрителя. Я бы сказал, даже это был один из самых тяжелых концертов, которые я провел. Соглашусь. Поэтому и вам, и себе желаю зрителей. Да, спасибо огромное. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Владимирович Новожилов. До новых встреч. Пока.